Здравствуйте! В эфире дайджест Школы Плюс ТВ и я, Анфиса Шмелёва. О самых интересных событиях этой недели в ближайшие 5 минут. Итак... А кто ещё будет жить в почве? Жучки! Пучки наверху! Червячки! Паучки! Клады нашей земли. О полезных ископаемых, их роли в жизни человека и рациональном использовании природных ресурсов говорили на тематическом уроке «Сбережём полезные ископаемые», который прошёл в третьем классе. На уроке вместе с педагогом школьники вспомнили, какие бывают природные ископаемые, как они могут использоваться в национальной экономике, промышленности, сельском хозяйстве, как человек применяет ресурсы земли в быту. Дети подготовили доклады по природным богатствам страны. Специально к уроку была сделана выставка рисунков по теме. Школьники вспомнили, что запасы полезных ископаемых нельзя восстановить. Для их образования нужны миллионы лет. Поэтому от того, как человек помогает природе сегодня, зависит, как он будет жить завтра. Урок подготовила и провела педагог православной школы Ольга Хрусталёва. Но когда появилась Вифлеемская звезда или Рождественская, вонхвы поняли – родился царь царей. Вспоминаем любимый праздник, ищем рождественскую звезду. О веселых и незабываемых рождественских днях рассказывает новая постановка Краеведческого музея. В этой увлекательной зимней праздничной программе участвовали наши второклашки. Сотрудники музея показали детям кукольный спектакль, провели конкурсы, игры. Две команды «Рождественская звезда», «Рождественская елка», соревновались между собой в эрудиции. «Угадай скорее, дружок, шарик кругленький, снежок». «Молодец!» Ловкости. «Маня, Маня, 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 Маня!» Угадывали мелодии из любимых мультиков и пели знакомые песни. «Если я следим, это хорошо, а когда наоборот плохо». А затем все вместе водили хоровод у сказочной креативной елки, которую сотрудники музея сделали своими руками. «И немножко ручка, а хорошо, все здоровы, 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 здоровы!» Все в этом спектакле получилось морозным, сказочным, рождественским. А гвоздем программы стал захватывающий танцевальный марафон. Азартное веселье и жаркие эмоции внесли свою тропическую нотку в зимний праздник. В конце организаторы спектакля подвели итоги конкурса и вручили всем снежные сувениры и сладкие призы. Отличное настроение и море позитивных впечатлений – таков итог посещения спектакля. Православная школа – постоянный гость праздничных представлений в Судокотском музее. Дети отмечают особую атмосферу, которая царит в этом храме истории и культуры. В сказочной гостиной наших второклассников принимали радушные хозяева – Галина Таботаце, Наталья Воронкова, Галина Дементьева, Ирина Зубатова. Динамическая перемена. Что это такое и как ее проводят в нашей школе? Просторная игровая площадка и хорошая погода – основные условия для школьных прогулок. Зима предоставляет множество новых возможностей для игр на свежем воздухе. Если есть снег, теплые варежки и немного фантазии, в восторге от игр останутся не только дети, но и взрослые. Подвижные игры на улице зимой – отличная возможность весело использовать провести досуг. Они способствуют физическому развитию, учат командные работе, стимулируют творческое мышление. Кроме того, это лучший способ снять напряжение после уроков и зарядиться позитивом. Игры на открытом воздухе зимой доставляют огромную радость и приносят неоценимую пользу здоровью. Дети вместе с преподавателями играют в снежки, лепят снеговиков. В таких вот снежных баталиях и сугробных перемириях, вместе с падениями, синяками, царапинами и оторванными пуговицами, формируется характер и зарождается настоящая дружба. Обилие снега – не помеха. В школьном дворе сделали горки, и теперь детвора катаются с них на тюбинках. Морозная погода не позволяет долго стоять на одном месте, поэтому все игры очень подвижны и активны. Зимняя пора – прекрасное время для катания на лыжах, санках и коньках. Несравнимое удовольствие получают дети, барахтаясь в снегу, скатываясь с горки, карабкаясь на лыжах по трассе. Вообще, лыжи – лучший способ для укрепления здоровья зимой. После зимних каникул большая часть урока физкультуры посвящена лыжной подготовке. Научить идти разным способам движения на лыжах – лыжным ходам, спускам, подъемам, торможению, поворотам. Основная задача, которую ставит перед школьниками учитель Станислав Топовы. Активность в движениях необходима для нормального развития учащихся, считает Станислав Степанович. Если в теплое время года дети много бегают, прыгают, катаются на велосипеде, то зимой их подвижность резко снижается. Привычка гулять и играть в холодное время года закаливает не только организм, но и характер. Активное насыщение организма кислородом улучшает работу мозга, увеличивает сопротивляемость к простудным заболеваниям. На этом все. Доживем до понедельника. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!